Девушки отдыхают Выдающегося композитора и совершенно удивительного человека Николая Николаевича Сидельникова. Ну, принято перечислять все титулы. Их было и достаточно много, и народные артисты, заслуженные деятели искусств РСФСР, лауреат, государственные премии имени Глинки, но особенно гордился званием профессора Московской консерватории. Это действительно был выдающийся композитор, который работал практически во всех жанрах. Там было все, и симфония, и оратория, и балет, и опера, камерная инструментальная музыка, хоровая музыка. И есть еще такие сочинения, которые ждут своей публикации и, конечно, исполнения. А то, что уже исполнялось, собственно, было жестом поддержки со стороны таких дирижеров, как Кирилл Кондрашин, Геннадий Рождественский, Валерий Полянский. К его музыке обращался Гедон Кремер, Наталья Шаховская, Марк Пекарский и многие другие. Поэтому музыка Сидельникова должна звучать значительно больше и в более широком диапазоне, чем это сейчас есть. Но, тем не менее, сегодня это радостное событие. И уже то, что доска, а поверьте, это далеко не простая процедура подготовить такого рода праздник. И поэтому я, прежде всего, хочу поздравить семью, потому что это радостное семейное событие, и, конечно, всех коллег, которые сюда пришли. Николай Николаевич много писал для кино, причем для очень хороших фильмов. Мы многие знаем и помним их, и «Застава Ильича» Хуциева, и «Три толстяка», и «Гоголевская шинель». Это был дебют Алексея Баталова в качестве режиссера и много-много других. Вообще Николай Николаевич очень умел дружить. Среди его друзей были такие замечательные люди, как Мстислав Ростропович, Андрей Тарковский. Я очень дорожу этими воспоминаниями детства, юности, и спасибо семье. Я рад, что мне тоже удалось как-то помочь этому совершиться. Спасибо. И замечательно, что эта прекрасная работа встала в ряд с такими чудесными соседями, как Сергей Сергеевич Прокофьев, как художник Юон, как Давид Ойстрах, которые в разное время тоже были соседями по этому замечательному дому. Для меня он остался неповторимым автором хоровых композиций, громадных хоровых композиций, которые он создал уже в поздний период своего творчества, и которые, так сказать, как-то объемлют сразу три континента, так сказать. Европу Западную, Европу Центральную и, можно сказать, Евразию нашу, и Китай. Ну и Лермонтовские его композиции, так сказать, вот посередине, что называется, этой гигантской географии. Сегодня мы открываем мемориальную доску на доме, где жил и работал наш коллега, друг, талантливый отечественный композитор Николай Николаевич Сидельников. Союз композиторов России стал инициатором установки этой мемориальной доски почти три года назад. Это событие знаменательно по нескольким причинам. Прежде всего, потому что Сидельников – выдающийся представитель русской музыкальной культуры. Он создал множество музыкальных произведений разных жанров, которые вошли в золотой фонд отечественной классики 20-го столетия. Опираясь на традиции, заложенные Михаилом Глинкой, Модестом Мусоргским, Петром Чайковским, Сергеем Рахманиновым, Сидельникову удалось создать оригинальный и неповторимый стиль, глубоко связанный с национальной культурой. Вообще очень сложная и многогранная личность, и мне было трудно довольно работать, но потом как-то я нашел какой-то ключик к нему, и, конечно, я очень рад и благодарен за эту возможность сделать памятник такому композитору. Большое спасибо Аглае и Анастасии, что они доверили мне эту работу. Спасибо всем. Все, кто у него учился, такие разные композиторы – Владимир Тарнопольский, Владимир Мартынов, ушедшие от нас, к сожалению, Кирилл Уманский, Сергей Павленко и Эдуард Артемьев – они все нашли свой собственный неповторимый музыкальный язык, то, чего он требовал от каждого из нас. Он говорил так. Композиторы «Могучие кучки» говорили, что музыку надо делать под народ. Они ошибались. Музыку надо делать под себя. Николай Николаевич Сидельников старше меня всего на 9 лет, как мой брат. Но я всегда воспринимала его таким опытным, могучим, мудрым и образованным, что эта небольшая разница в возрасте превращалась в огромную, как и должно быть, наверное, между учеником и учителем. Это чувство только крепло во время моей учебы у Николая Николаевича. Четыре года в училище и пять лет в Московской консерватории, начиная с 1962 года. За эти девять лет мне посчастливилось много раз бывать у него в этом доме, близко общаться с семьей моего учителя, быть свидетелем его трогательных отношений с супругой Хедди, талантливым кинорежиссером, яркой и умнейшей женщиной, с дочками Настей и Глашей, сыном Савой. Я с благодарностью низко кланяю своему учителю и другу, отрадана, что Николай Сидельников по праву стал выдающимся русским классиком. Его творчество изучают в учебных заведениях. Крупнейшие филармонии и музыкальные фестивали мира включают в свои программы его произведения. Музыка Сидельникова всегда жива, эмоциональна, пронзительна, естественна и оригинальна. Она способна передавать чувства на расстоянии и во времени. Музыка Сидельникова